Всем большой привет! Сегодня будем печь вкуснейшие пасхальные куличи. Мякиш у куличей получается легкий, воздушный, слоистый, влажный и очень ароматный. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В глубокую миску наливаем 60 граммов теплого молока, насыпаем 1 грамм куркумы, размешиваем, добавляем 9 граммов сухих дрожжей, 5 граммов ванильного сахара, 1 грамм мускатного ореха, 80 граммов обычного сахара, 20 граммов жидкого меда, 100 граммов свежих яиц и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Затем просеиваем в несколько приемов 400 граммов пшеничной муки высшего сорта и вымешиваем лопаткой, чтобы вся мука увлажнилась. Дальше берем 110 граммов яичных желтков, добавляем в них 3 грамма соли, слегка взбиваем до однородности и выливаем полученную массу в миску с мукой. Снова все перемешиваем. Выкладываем тесто на сухую рабочую поверхность и месим его руками примерно полчаса, до тех пор, пока оно не соберется в шар. Сначала тесто будет очень жидким, но муки подсыпать не нужно, иначе можно его забить. Чтобы тесто не липло к рукам, их можно смазать небольшим количеством масла. Дальше раскатываем тесто скалкой, наносим на всю поверхность 160 граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла, складываем конвертом и продолжаем месить руками, пока тесто снова не станет однородным. Примерно 15 минут. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, отщипываем небольшой кусочек теста, разминаем его в руках и растягиваем пальцами. Если оно не рвется, переходим к следующему этапу. Опять собираем тесто в шар, помещаем его в миску, накрываем пищевой пленкой, прокалываем ее в нескольких местах для доступа кислорода и отправляем тесто на расстойку в теплое место без сквозняков на 40-50 минут. Идеально подойдет духовка с включенной лампочкой. За это время подготовим сухофрукты. Высыпаем в миску 150 граммов темного изюма, столько же светлого изюма, 100 граммов вяленой клюквы, 30 граммов муки и хорошо все перемешиваем. Сухофрукты нужно заранее хорошо промыть и высушить бумажными салфетками. Спустя указанное время выкладываем подошедшее тесто на стол. Слегка обминаем, снова раскатываем его и распределяем подготовленные сухофрукты, складывая тесто таким образом. Подминаем края теста внутрь. Формируем шар. Отправляем его в миску. Также накрываем пленкой и даем тесту подойти в теплом месте, пока оно не увеличится в два раза. Прошел 1 час. Проминаем тесто пальцами. Выкладываем на стул. Делим на 4 части, весом примерно по 320 граммов. Из каждой формируем шарик. Стараемся, чтобы все сухофрукты были покрыты тестом. Раскладываем порции теста по формочкам, заполняем где-то на треть. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 2,5-3 часа. Когда до края формочек останется по 1,5-2 см свободного места, отправляем куличи в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем примерно 40-50 минут. Готовность проверяем, проткнув по центру деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Даем куличам полностью остыть, а затем закрываем их пищевой пленкой и оставляем на ночь в прохладном месте. На следующий день готовим пропитку. В небольшую кастрюлю насыпаем 130 граммов сахара, наливаем 200 граммов воды, доводим до кипения, варим до растворения всех кристаллов, даем немного остыть, добавляем 90 граммов свежевыжатого процеженного апельсинового сока, 40 граммов рома или коньяка, перемешиваем, набираем в шприц и переходим к пропитыванию куличей. Освобождаем их от пленки и формочек и медленно вводим в каждый кулич по 30-40 миллилитров теплой пропитки. Затем окунаем куличи на несколько секунд в оставшийся сироп и оставляем на 1-2 часа при комнатной температуре. Когда куличи подсохнут, готовим глазурь, высыпаем в небольшую миску 5 граммов желатина, вливаем 30 граммов холодной воды, размешиваем и даем набухнуть минут 10. В это время высыпаем в небольшую кастрюлю 120 граммов сахара, 5 граммов ванильного сахара, вливаем 60 миллилитров воды, перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. При постоянном помешивании доводим сироп до кипения и варим 1-2 минуты, пока не появятся пузыри на всей поверхности. Переливаем содержимое кастрюли в миску, даем чуть остыть до 60-80 градусов, затем добавляем набухший желатин, мешаем до его растворения, ждем пока масса станет теплой, примерно 30-40 градусов и начинаем взбивать миксером. Скорость немного выше средней. Когда масса начнет белеть, увеличиваем скорость до максимальной. Взбиваем минуты 3-4 до тех пор, пока на поверхности начнет появляться рельефный рисунок. Готовая глазурь должна лениво стекать с венчика или лопатки. Теперь смазываем верхушку подсохших куличей приготовленной глазурью. И украшаем на свое усмотрение. Желатиновая глазурь очень быстро густеет, но ее можно растопить в микроволновке или на медленном огне до нужной консистенции. Времени для полного высыхания такой глазури потребуется примерно 4-6 часов. Вот и все. Очень вкусные пасхальные куличи готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Поехали! 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 Поехали!